Совещание присутствует практически 20 с лишним человек и докладывает, что по теме экономической, в том числе, да, мы лидеры, нам это приятно, что в экономическом положении наш район находится на передовых позициях, но заодно, наверное, автоматически мы переходим по другим позициям. И когда звучит, что по борьбе с коррупцией, по противодействию коррупции, мы также доходим высоко, я задаю вопрос, а как же у нас в прошедшем году глава крупнейшего постсовета, поселок, я имею в виду район Центра в Оренбурге, Костин, был привлечен за махинацию, за кражу бюджетных денег, порядка 300 тысяч. Мы сразу должны откинуться по этой позиции на 5 лет назад. А он, нет. Заместитель главы администрации, нет, ну, это же на уровне Центра в Оренбурге, они решают, то есть у нас все нормально. То есть вот такая позиция. И я хотел бы еще дальше вопрос задавать, ну, как бы, там, прекратить депрение, а как-то мы у нас муниципальный контракт заключаем на удаление сорной растительности, на покос, рискоз, там, как его правильно выразиться. Но эти контракты подписываются, исключаются на торгах только 23 сентября, конец октября, через две недели покров. Не надо объяснять, что это такой. Какой покос травы? И кто там копался в этих документах? Никто. У нас следственный комитет, межрайон и следственный отдел, господин Мансеров, он же сидит там, дать им другую какую-то тему, колючую, он схватит, вызовет кого нужно, добьется, продиктует ему. Ну, это я не голословно говорю, а по свежими недарочным делам, которые хотели меня в головном делу завести, но все-таки я понял, что и порядочные офицеры в Следственном комитете, в Следственном Оренбургской области, которые отказали от возбуждения в головном делу против меня. А этот товарищ до сих пор мне решение не мог выдать, он через 12-го отказ был в возбуждении в головном делу, а мне дал только его буквально 3 дня назад. А до этого у меня судебные дела были, где по мне решают вопрос. Так что вот такая у нас ситуация. И, кстати, у этого товарища или господина Мансерова, как вам будет это, у нас материал большевода лежит, двух заявлений, двух депутатов, меня и Кальвана, почерного гражданина поселка. Это, почему она у него лежит, потому что по тверденности его также рассматриваются депутаты, это у нас есть депутат, занимается, ведущий предприниматель, все-таки поставит. Ну, он занимается, закончил фермерское хозяйство, а занимается, так сказать, условиями ЖКХ, дорожной деятельностью, вот такими. Ну, где можно зарабатывать, это не запрещено законом, но за 3 года, начиная с 14-го года, он проводит полностью цикл, весь с оборотом ТБО, ТКО, как их сейчас называют, вплоть от сбора, перевозки, хранения, утилизации частичной, все прочее. А там лицензия, ну, как человек пришел на данную работу, и как заключал бывший глава Пашков постсовета, не проверив документы, не обеспечив заранее это. У него даже не только лицензия, у него даже вида деятельности в этом документах не обозначено. Уставы? Поэтому, это элементарная холостность руководителя, который заключает с ним доллар на 3 года, не проверив документы, не отдают технику муниципальную, которая много стоит. Тысячу за символическую, через муниципальные предприятия, в аренду, без всяких торгов, но это сплошные нарушения. Конечно, мы на месте не сидим, мы писали, обращались с депутатом, как бы он. Наконец-то, последнее предписание уже было с нашей прокуратурой, ну, похоже, было указание уже состоящих органов прокуратуры разобраться. И такое предписание по нашему стимулу. Это на семи листах, столько пунктов устранения, где за каждым можно бывшего руководителя было минимум какой-нибудь сработать. Сегодня, кстати, он уволен, новый глава пришел, мы надеемся, что сегодня ЖКХ стимул будет работать надлежащим, как сказать, порядке, режиме и будет приносить пользу нам именно сороктарскому постсовету. До этого просто изображал деятельность. Не участвовал ни в контрактах, ни в каких, просто было указание руководителю от главы постсовета, усы. Не участвовать, тут тебе не надо, там тебе не лезть, туда нельзя. Для чего она создана? Наша имущество, в большинстве случаев, там находится. Роздано кому-то. Да, они выполняют те же функции, которые нужны постсовета, я говорю, что они не нужны в уборной территории, все прочее, но это не тот. Мы по аналогу можем вам сказать, что муниципальные унитарные предприятия, тоже у нас Сергеевки, мы заочно с ними как-то соревнуемся, посоветим. Так они все с прибыли работают, их там несколько. Они с прибыли работают, они переносят пользу постсоветам, у нас же, увы, только бюджетные деньги тратят и никакой прибыли, ни копейки. Продолжение следует...